здравствуйте друзья сегодня я решил снять ролик посвященный не теме гибели группы дятлова просто потому что в анонсе своего канала я обещал разнообразные темы а тут как-то зациклился пока что на 1 но это не значит что я не буду продолжать снимать ролики по теме посвященной группе дятлова конечно буду там еще много чего можно сказать много чего можно рассмотреть почему я выбрал именно петра первого казалось бы ну банальная тема уже избитая всеми значительные тысячи разность просмотренная да просто потому что в наше время вот по крайней мере у нас в россии очень серьезно сейчас снова поднимается потихонечку так нам навязывается тема монархии снимаются фильмы был фильм про петра первого потом про екатерину великую про петра первого великого и про екатерину великую вторую понимаете вот про николая второго бедного несчастного в общем вот идет такое возвышение династии романовых как ну просто благо что ли для народа что вот они тут старались для россии много великих дел сделали это такой подспутный намек что они вернут ли нам я так понимаю монархию я категорически не согласен с тем что это династии романовых делал каких-то очень много великих дел мне кажется это вообще были паразиты вот но это лично мое мнение и вообще-то были не романова если уж правильнее называть эту династию на этот тема другая они были по моему мнению просто захватчиками вот чисто по поведению но почему тогда пётр великий и екатерина великая ведь они за ну много сделали нам за рассказывает об этом они были пиарщиками хорошими особенно екатерина 2 это было просто ну самопиаром занималась изумительно и попутно создавала миф о петре первом потому что той легендарности которую вот нам сейчас пытаются навязать но не было во время правления этого человека если он вообще конечно существовал ну я скорее всего думаю что он был и по его миф по мифам вот вокруг него созданном я и хотел бы пройтись и начать хочу самого такого интересного мифа самый первый саму первого морского сражения который отмечается до сих пор отмечается 18 мая как день рождения балтийского флота правда здесь есть ну как бы небольшая неувязочка потому что 18 мая это за по новому стилю получается у нас новости по новому стилю календаря а вот это сражение которое битва в устье не вы так называемая да бой в устье не вы утверждается что он просто шок 7 мая по старому календарю но в эту 7 и 18 11 дней должна быть тратиться 13 дней поэтому либо 5 мая по старому либо 20 мая по новому как-то в датах то определить ну это как бы мелочь ладно это мелочь я слишком сильно на это внимание обращать не буду вкратце напомню для тех кто не в курсе что это за великая такая битва 1 мая 1703 года армия под командием под командованием сареметьево захватила крепость которая называлась неен шанс это крепость она находилась на территории нынешнего санкт-петербурга количество там было насколько я помню там что-то около 600 700 человек вот и внутри это крепости нахватилась те кто оборонялся их якобы два дня значит обстреливали и в результате те сдались без боя ну все может быть ладно как бы проблем не вижу в этом что вот действительно под под прислата армия бомбардировала они сдались но пока их значит обстреливали пусками сведы отправили флотилию на помощь этой крепости ну как бы возникает небольшой вопрос рад вообще это граница швеции тут прям конкретно на границе вы знаете до сих пор где находится петербург правильно может посмотреть и раньше это была земля швеции и там кусочек отвоевали буквально получается и все равно это было совершенно рядом почему нельзя было сухопутными войска туда подогнать если уж хотели помочь чем взять надо было идти флотилии ну подошла бы флотилия крепости и что у крепости пушки есть если крепость захвачена они ее обстреляют правильно если не захвачена но все равно люди как бы могут обстрелять там него то есть вы в реку загоняете флотилию которая легко обстреливается в чем вот смысл этого маневра света за были самыми лучшими военными самые мощные так сказать у них была армия и флот совершенно такую глупость это уже странно да тем более что нам утверг говорят что у него этого командира этой флотилии не было значит лоцмана и поэтому он на остановился в этом заливчике в устье так в заливе так сказать можно сказать в устье не вы да даже не доходя получается до того места куда день его впадает отправил на берег шлюпку с матросами которые должны были сходить там что-то видимо разведать шлюпку обстреляли наши бравые русские солдаты российские одного матроса там даже захватили на остальные успели убежать ну казалось бы ну понятно что что-то тут не то зачем туда нет давайте-ка все таки мы отправим два значит один бот и одну снял вот такие небольшие суда отправим все-таки крепости пускай они узнают захвачена на все-таки или не захвачена давайте проверим этот момент опять глупость но честно сказать но как нам потом дальнейшем объясняет вот эти два судна морских морских судна небольших были захвачены я забегаю вперед только потому что было очень трудно им развернуться и уйти ну зачем вы в такие стесненные обстоятельства загоняете судно если вы не можете и потом ничего сделать у вас вы решаете себя маневра это глупость ну ладно под пошли они все равно значит сделали два выстрела ну таких как бы пароль потребовали от крепости должны были с крепости якобы тоже сколько-то выстрелов сделать и тогда было бы понятно захвачен она или не захвачена ну наши люди смекалистые тоже два выстрела сделали угадали и вот они те два выстрела делают периодически эти два выстрела делать и спуск периодически все вроде как нормально честно опять глупость ну что за такое тут пароль отзыв я тебе два раза стреляют и мне два раза отвечает почему не один раз ответить почему не один раз свистнуть я не знаю из горна там как-то протрубить почему взять на вот на два выстрела два выстрела великолепные шифровальщики но это еще как бы опять таки куда не шло самое поразительное происходит дальше значит петр первый со своим этим друганом меньшиковым видя что вот эти два небольших морских корабля значит очень таком них не выгодном положении находится они значит сажают на 30 лодок ну под ним по одной информации 30 лодок по другой вообще 20 но возьмем 30 лодок хорошо солдат и плывут разделившись на два отряда плывут там огибают значит острова чтобы отрезать путь этому выходу меня вот это вот а как они проплыли так мимо этих кораблей уже вопрос ну как вы мимо них то они куда заплавными вы какими путями вообще поплыли то и фиг его знает ну ладно там возможно нашлись какие-то выходы вот они проплывают но они за должны проплыть получается мимо тех оставшиеся флотилии недалеко по крайней мере от нее чтобы зайти-то с тылу к этим кораблям чуть и ничего не делают и эти волны видят гордит уже ну увидели и ладно чему на лодочках тут катаются плевать что на них внимание обращать ну и значит они их окружили этими 30 лодками лихо заскочили прям значительно эти суда на оба судна причем петр первый сам лично там в одной руке топор другой граната ура значит заскакиваем всех порубали практически там живых никого не оттали судно захватили эти судно не смогли ввиду того чтобы усиленный ветер начать они не смогли уйти а те побоялись подойти потому что мелко могли сесть на мель и никакого хрена вообще сюда пришли я просветку средств ветков флотилию мы зачем заприслить вы понятия не имеете что как про пройти-то этот фарватеров не знать ничего не об этом лоцмана надо было с крепости дождаться он бы им показал значит с собой лоцмана какой-то притащить нельзя что первый раз проходите ладно ну вроде бы история такая с одной стороны как бы ну вот получается да вот ночью на лодках то поплыли и дохватили но если начинать разбираться в детали получается вообще ну откровенные вот честное слово просто поверить в это они сами написали вот что это было небываемая победа и что даже небываемое бывает то есть тех кто сочинял сами понимали что это ну не был от такого но раз мы сочинили начать будет давайте разбираться в деталях давайте посмотрим как это событие изобразил адриан шахеннабек это голландский гравер который был приглашен в 1198 году петром первым в россии я не думаю что гравер лично и наблюдал этот боль но он должен был его по рассказам как-то понимать как все это происходило и вот как он представлял себе что начинает плыть шлюпки да явно это шлюпки как мы видим полный солдат идут значит в обход острова частично частично напрямую где-то вдалеке стоит флотилия и ничего якобы не может сделать а вот эти два суденышка бедолаги тоже никуда убегать не могут их облепляют и берут на абордак тут же возникает первый вопрос а почему суден этих шлюпок тут по около 50 они 30 этих за 30 должно было бы получается гравер был не в курсе количество нападавших со стороны русской армии странно и самый главный вопрос а как забрались на борт этих кораблей солдаты сухопутники которые в морском море первый раз увидели вот например как выглядит так называемая сняла один из захваченных одной захваченных военных кораблей светских вы можете увидеть то для масштаба нарисован человечек высота борта от воды ты это с этого судна ну наверное метра три то будет как вот с этой шлюпки на три метра подскакивали солдаты и забирались на его палубу без определенной сноровки умения это не сможет сделать ни один человек и без специальных приспособлений которых явно у них не было это так такие вот специальные доски обычно ставится на носу и больших судов абордажных по которым сбегают на палубу и начинает захватывать на такое мое судно без еще раз повторяю без определенного умения сноровки это сделать невозможно так что уже я вот лично не верю что солдаты преобразленского семеновского полка были настолько прыгучи что могли со шлюпок подпрыгивать на три метра более того я не верю что они вообще умели управлять шлюпками тоже за один день этому не обучаются что касается бота 12 пусточного вообще странно что 12 пусточный обычно они 6 8 были но это как бы тоже ладно детали у него борт вроде бы посередине и по низу можно было бы и заскочить каким-то образом может быть зацепиться и залезть но опять таки это ведь только с двух бортов и только посередине в общем все выглядит так как будто пока команда значит нападавших неловко карабкалась на эти два суденышка команда этих кораблей наблюдала за этим процессом практически не сопротивляясь потому что если бы они хотя бы начали отстреливаться они бы легко всех отстрелили вот я в этом уверен это же профессиональные моряки военные уже опытом что они так легко то были захвачены при этом не надо забывать что дул очень сильный ветер который помешал уйти этим судном значит была волна а качаться на волнах при этом залазить на высокое препятствие ну это что-то уму непостижимо поэтому для меня это битва скорее всего все-таки миф выдуманная легенда они события которое было в действительности это еще не все факты по поводу вот этого события которые заставляют меня усомниться в том что это битва вообще как бы происходило у меня есть еще доказательства того что скорее всего это все-таки легенда что это пиар это выдумка и в дальнейшем я готов их предоставить если конечно вам будет это интересно если не будет особого интереса к этой теме я может быть к ней не буду обращаться слишком часто но обращаться буду так что подписывайтесь впереди будет еще много всяких тем над которыми можно подумать а зрители моих роликов явно любят подумать другие бы меня просто не смотрели так что до новых встреч друзья я